ну и пользуясь случаем дабы по максимуму использовать данное время в безопасности того чтобы обезопасить линзу от ударов и мелких сколов эту крышку я предлагаю использовать для ношения там в кармане грубо говоря там в рюкзаке в каких-то других переносках там боксах вот самый дешевый копеечный вариант но у нас осталось еще немного этого баллона который можно использовать данном случае верхняя часть спиленная зачищенная тоже по краю будет служить у нас в качестве защитной бленды для нашей камеры успел еще почистить то есть как это будет выглядеть выглядеть это будет следующим образом надевается на легко можно так можно так одеть и на качество съемки не влияет то есть за счет того что здесь 5 миллиметров от уровня посадки линзы прикрывает то есть ну грубо говоря при ударе о землю при падении она будет падать на корпус на вся энергия удара будет смещена на корпус они на линзу то есть линза по идее должна остаться целый но это для любителей по экстремалить может быть кому-то будет такой способ как бы нормальным вот здесь можно будет конечно еще сделать разметочки чуть-чуть снять чтобы садилась плотно более-менее ну тем не менее в качестве бленды и можно использовать то есть можно не бояться что она ударится а что-то твердо и повредиться максимум сомнется колпачок можно будет купить еще или найти где-нибудь такой же в аптечке тубус из него сделать две такие замечательные бленды и бленду и крышку вот в принципе и все что хотелось бы вам предложить далее все зависит только от вас думайте решайте стоит ли переплачивать либо лучше обезопасить сейчас тубус от антигриппина в данном случае малиновый но без разницы отпиливаем дно это дно можно отпилить можно срезать далее зачищаем равномерно выравнивая на наждачке таким вот образом нам нужно сточить ну миллиметров 5 можно было конечно меньше обрезать но лучше сточить чтобы было идеально ровным красивым так как нам потом нужно будет еще сделать в клейку вовнутрь и придумать крепление такими скользящими движениями внутри снимаем фаску небольшую для того чтобы наши вот эти вот стружку эту убрать она зализывается вовнутрь ну и так будет более-менее аккуратный вид у капроновой крышки при желании вовнутрь можно наклеить замш либо какую-то другую ткань там хлопчатобумажную либо салфетку для вытирания очков линз вот но я сделал высоту немного больше миллиметра на 3 на 4 специально для того чтобы ничего не за ней соприкасалась и не заляпывал а линзу вот сейчас доделаем и будем примерять посмотрим как это выглядит в готовом варианте что же мы имеем в сухом остатке у нас получился вот такой вот колпачок наш колпачок так сейчас проверим ну где-то 15 миллиметров собственно говоря если кто-то хочет точно узнать 15 10 ну 15 миллиметров грубо говоря в моем случае для чего это вот такая вот камера на которую можно сделать вот такую вот защиту довольно таки плотно садится за счет того что здесь 15 миллиметров до линзы у нас остается 3-4 миллиметра и можно свободно переносить в сумке ничего с ней не случится здесь сверху я хочу положить двусторонний скотч для того ну тут я уже отточился тут все нормально гладенько вот вовнутрь салфетку я ставить не буду за счет того что у меня высота 3-4 миллиметра до линзы нашей мне салфетка здесь не нужно будет но вот здесь сверху я планирую поставить буду зачистить немного ну сравнять вот это все дело поставить двусторонний скотч на который будет крепится пластиковая ушка чтобы можно было крепить ее на темляк вот ну то есть грубо говоря все это будет выглядеть следующим образом вот или может быть сделаю какую-нибудь съемная ушка сбоку здесь можно будет просверлить и поставить какое-нибудь кольцо как вариант вот потому что ну здесь позволяет высота вот вот такой лайфхак кому было интересно трех копеечная защита сидит очень плотно а